Это замечательный пазл балансир дерева, оно состоит из отдельных деталей, которые никак друг к другу не скреплены, то есть просто лежат вот так друг на друге. Поэтому называется пазл, что сложить в общем-то так, чтобы оно было наиболее устойчиво, можно одним образом. При этом можно и экспериментировать, ребенок может пробовать по-разному сложить это дерево, и оно может быть устойчиво, может так немножко шататься. А также вот отдельно эти блоки можно использовать в игре. Вот эти вот зеленые блоки могут стать травкой, можно выложить вот такую вот дорожку из них. Из вот этих коричневых блоков можно создать какую-то пещеру, можно ставить их вот так вот посредственно, можно друг на друга. Эти блоки могут быть очень многофункциональными в игре. Вот это может быть какой-то кораблик, можно сделать такие зеленые волшебные волны. Здесь можно придумать какой-то парус из других каких-то игрушек. Это могут быть какие-то холмы или горы, маленькая пещерка и так далее. Все это ограничивается только вашей фантазией. В наборе есть также две птички, красная и синяя, которые тоже могут участвовать в детских играх. Прилетайте, птички, к нам, к нам, к нам, зернышек я птичкам, дам-дам-дам. Клювиками птички, клю-клю-клю, я смотрю на птичек и пою. Складывание вот этого пазла – это развивающая задача. С одной стороны, она тренирует мышление, то есть можно подумать и понять, как эти детальки относительно друг к другу должны стоять. С другой стороны, игрушка позволяет прочувствовать физические законы мира, законы равновесия. С игрушками-балансирами может играть один человек или несколько. Например, мы по очереди ставим по одной детали и выигрывает тот, кто последний поставит детальку так, чтобы вся конструкция не упала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...